Дни славянской письменности и культуры завершились большим хоровым праздником. В Ханты-Мансеск со всего округа съехались хоровые коллективы с тем, чтобы в полдень по московскому времени вместе с вокалистами всей страны исполнить произведения в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Репортаж Анастасии Лептиной. Распевку Дианы Телепневой не выдерживает микрофон. Голосовой диапазон 13-летней певицы от первого альта до первого сопрано. Сургутская звездочка занимается вокалом с трех лет. Пела в детском хоре России, участвовала во многих международных и российских конкурсах. Сегодня у Дианы песня с ведущей ролью. Солистки подпевают полторы сотни участников сводного хора Югры. Только нибудь, только медлень, только родом впереди. Только нибудь, только медлень, только родом впереди. Надо со всеми в унисон петь, всех слушать, не только петь самой, а всех слушать, подстраиваться. Вы меня здоровы, не надо дирижерки от дирижера. Вы говорили, идти по муке. Сводный хор Югры выступает под аккомпанемент Духового оркестра Югры. Музыканты сравнивают хор с единым живым организмом, работа которого должна быть слаженной, чтобы песня звучала в унисон. Это последние репетиции перед началом хорового праздника, который по традиции начался одновременно во всех столицах регионов страны. Слиться в многоголосии в Ханты-Мансийск приехали хористы со всего округа. Детские и юношеские коллективы музыкальных и воскресных школ, культурных центров, имеющих в репертуаре духовные и народные музыкальные произведения. С празднованием Дня славянской письменности и культуры совпал финальный этап международных пасхальных ассамблей. Это был интернет-конкурс детских хоровых коллективов. Они, коллективы всего округа, прислали свои видеозаписи и победители присутствуют на сегодняшнем мероприятии. Организаторы говорят, Дни славянской письменности и культуры – повод еще раз напомнить о традициях и обычаях русского народа. Такой праздник, как День славянской письменности, является как раз таким смысловым праздником многонационального российского народа. Еще Федор Иванович Тютчев говорил о том, что можно соединять, спаивать нас железом и кровью, а можно любовью. Так вот, эта любовь и лежит в основе вот таких замечательных всенародных праздников. Мы стартовали с этими мероприятиями еще в выходные дни, когда у нас был фольклорный фестиваль «Русь», славянская карусель, русская мозаика. Этот весь колорит русской традиционной культуры, славянских традиций, общенационального единения – это гордость и счастье, наверное, сегодня жителей нашего округа. Трапарь, пасхальный гимн и другие православные композиции. Концерт на площадке Кафедрального собора Воскресения Христова посвящен духовной музыке. Он проводится совместно с Сургутской и Хантамансийской епархией. Песни в честь святых Кирилла и Мефодия сменяют возложение цветов к памятнику великим святым. Завершился большой хоровой праздник звоном колоколов.